Раковины нет. Для нее слив предусмотрен. Но крепить ее не было. Стена есть картон, здесь технический люк, ну и таких раковин изогнутых не бывает. И это далеко не все. Марина Баркова вместо того, чтобы радоваться своей новой квартире, перечисляет недоделки, которые оставили после себя строители. На кухне потекают трубы АГВ, в комнате дыра в потолке. Ее хозяйка закрыла этой бабочкой. Отливов на окнах нет. Все дефекты женщина указала в акте приемки квартиры еще 9 мая. Документ подписывать не стала. 19 мая мы шли с праздничным настроением, думая, что все у нас уже устранено. Когда мы попали в квартиру, мы увидели, что как все было, и там все и осталось. И наша администрация до 3 часов не пришла, предъявить было некому, что мы недовольны, или вернуть ключи. Я обращалась к Фролову Эдуарду Леонидовичу. В устной форме, в письменной форме. Он сказал, что отреагирует на эти замечания в течение месяца, будут устранены. Марина решила написать главе региона. Разобраться в ситуации Алексей Дюмин приехал лично. В рамках рабочего визита в Кимовский район первым делом наведался сюда. Жительница рассказала, что из-за недоделок не может переехать в новую квартиру. Живет с семьей у родственников. Из областного бюджета выделена на эту программу определенная сумма. Вам ее заплатили. Почему? Элементарные вопросы, которые требуют. Это просто элементарная халатность. В чем проблема? Объяснил контраст. Дело в том, что просто... Ну, раковина. Почему раковина? Почему с подоконниками? Почему окна? Ну, элементарные вопросы. Нет, раковина не были. Неужели вы думаете, что жители, которые вселяются в новую квартиру из бараков, они первым делом, что сделают, это возьмут раковину и ее спрячут? Марина Баркова не единственный новосел с улицы Победы вынуждены воевать с местными чиновниками и застройщиками. Свою квартиру главе региона показывает Тамара Натарова. Женщина своими силами поменяла подоконники и входную дверь. С проблемой в ванной сложнее. Из-за протечки там образовался грибок. Тут у меня ничего. Они специально отключили газ, чтобы не... Вон, битум течет по стенам. Все заклеят, тут 10 слоев. Вот такие у нас подоконники вот резанные. Мы должны получить квартиру в октябре 2015 года, до нового года. Нас оставили три семьи. И я по сейчас не могу с вами селиться. Успокойтесь, все сделаем. Я приехал сюда для того, чтобы разобраться. Виновные будут наказаны, я вам обещаю. Может быть, мы вас спросили в Тульской области? Ни разуме не видны, вот. Нет, смеяться не надо. Я не жущу. Я сейчас с вами не слил. В ближайшее время смеяться не надо. Если бы вы ответственно это сделали, это бы не было. Ответственности я пока от вас не чувствую. Вы принимаете это жилье. То, что вы его приняли, это вообще нонсенс. Мы с вами отдельно поговорим. На улице новые жалобы. В новостройках вода льется прямо с крыши, размывает отмостку. В микрорайоне нет освещения детских площадок. Алексей Дюмин поручает региональному министру строительства усилить контроль за приемкой новых домов. И в течение месяца эти недостатки, которые вы указали, будут устроены. Я буду принимать уже совсем другие административные методы воздействия. Хорошо, договорились с вами. Дома на улице «70 лет победы» построены по программе переселения заваренного жилья. Въехать в них люди должны были еще в декабре 2015-го. Но сроки подрядчики сорвали. Алексей Дюмин подчеркивает, график заселения строящихся сейчас домов должен неукоснительно соблюдаться, без ущерба для качества работ. Этот вопрос глава региона взял на личный контроль. Екатерина Старцева, Вадим Роженков, Первый Тульский.